Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о таком ретро-велозаезде под названием Твит-Ран. Об этом мероприятии, как и о большинстве мероприятий в Лондоне, я узнала абсолютно случайно. Как-то один раз поехала в центр погулять по городу и увидела вот такую вот красоту. Множество велосипедистов, около 200-300, я не знаю, 500 человек ехало по улицам Лондона в твидовых нарядах, в костюмах 40-х, 50-х, я не знаю, 60-х годов. И это было так красиво. Винтажные велосипеды, старинные наряды, как будто бы попал в другой век. Эта акция флешмоба проходит в один из выходных мая. Началось это всё в 2009 году с вечеринки велосипедистов в стиле ретро, где некое сообщество, которое увлекается винтажной культурой, собрались и поехали фотографироваться по городу, тем самым привлекли к себе внимание. После этого уже в десятый раз в 2019 году прошёл флешмоб под названием Твит-Ран. Люди в твидовых костюмах выехали в центр Лондона на различных велосипедах, чтобы показать ретро-культуру британской столицы. Где и когда проходит это мероприятие, найти очень сложно. Я, уже будучи репортером со стажем, зная, что в какой-то из дней мая проходит это мероприятие, начинаю искать в гугле, где, что и когда. Есть такой сайт под названием twitter.com, куда я захожу и смотрю, хотя бы узнаю дату, когда это будет происходить. Место и время никогда не пишут. Это акция флешмоба, и в ней принимают участие только зарегистрированные участники, которые, по-моему, платят при регистрации некую денежку, и вся собранная сумма идёт на какие-то благотворительные нужды. Участники едут по городу, привлекая к своему движению всеобщее внимание. У них бывают остановки, где у них проходят пикники и фотосессии. Я на таких остановках не была, никогда не попадала. Угнаться за ними я не могу на своих двоих. Всё-таки на колёсах быстрее, но велосипеда у меня не было. Я конкретно снимаю в центре, жду их около Лукингемского дворца в основном, потому что там они делают круг, и там можно побольше пофотографировать. Однажды я увидела их рядом с Биг Беном, там даже мы с подружкой проходили просто мимо, я забыла про это мероприятие, и увидели, что они едут, и мы решили с ними пофотографироваться там на светофоре, пока они стояли, сделали несколько кадров. Найти их очень сложно, и когда я целенаправленно иду снимать это мероприятие, мне приходится бегать по центру Лондона и искать, где же они в данный момент едут. Я пытаюсь в Твиттере отследить, потому что они постят фотографии в Твиттер, где они в данный момент находятся, но не всегда получается. Вот в прошлом году я чуть не опоздала. Пришла на демол, а половина уже уехала. Ну, кого успела, того поснимала. Кстати, в последнее время я уже с ними стала общаться, так как у меня появился английский язык, и мне уже стало спокойно подходить к людям и что-то спрашивать. И я попросила девушку сказать, что это Твиттера 2019 года, пожалуйста, присоединяйтесь. В общем, интересно просто общаться с людьми разных культур, разных субкультур. И вот такая субкультура винтажной одежды и ретро-велосипедов существует в Лондоне. Кстати, я впервые увидела этот заезд в Лондоне только в 2014 году. То есть я уже три года прожила в Лондоне, никогда о нём не знала. И как раз в июле того же года я поехала в Петербург просто на каникулы и навестить маму. И я узнала, что в Петербурге будет проходить точно такой же заезд. Я решила взять камеру и поехать поснимать всё это. Тоже не могла долго найти, но потом увидела, что кто-то едет и побежала за ними, где они сделали остановку. И там сделала несколько фотографий, и тоже было достаточно интересно. Но почему-то уже после 2014 года я ни разу не слышала о том, что в Питере происходит такой заезд. Наверное, что-то не сложилось и отменили его. А может быть потому, что лондонский твитран имеет как бы копирайт, как это сказать, авторские права на это. И люди, которые хотят устроить такой ретро-велозаезд в своём городе, в своей стране, наверное, должны купить или приобрести, или просто спросить некую франшизу на право проведения такого мероприятия, вот, допустим, в Санкт-Петербурге. Но не знаю, как всё это будет дальше. Будет ли ещё проводиться что-либо подобное в Петербурге, об этом я буду рассказывать. Если что-то удастся снять после того, как мы выйдем из карантина, обязательно буду показывать вам и Петербург. Не знаю, проходил ли в этом году такой заезд в Лондоне. Не нашла, честно говоря, информации, но вот в 2019 году, это был уже десятый по счёту заезд, я успела снять всё это и чуть попозже вам покажу. Так что, если вы интересуетесь подобного рода акциями, которые проходят в Лондоне, подписывайтесь на мой канал, я буду очень много ещё рассказывать о том, какие флешмобы проходят в британской столице. Пока на этом всё, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Лондоне! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok